Для этого вот уже новую книжку я выбрал, мы будем заниматься радостью, то есть мы уже стали благодарны, теперь мы станем радостными, вот у меня книжечка новая, и значит как раз мы будем заниматься, так как сейчас месяц Адар, Мишенихнас Адар, Марбин Бесимха, мы займемся радостью, а после радости мы уже решим чем заниматься, может быть займемся тогда исправлением качеств, качеств характера, есть книга, которая называется Архот с Адитим, путь праведных, и возможно мы займемся радостью, такой у нас план сейчас. О, исправлением качеств, не радостью, мы будем уже радостные, благодарные, счастливые, и в итоге мы займемся исправлением остальных качеств, которые нужно в себе исправлять, и уже конечно, как бы наша цель это достичь идеала. Много говорят про лучшую версию себя, но вот как раз мы и выстроим лучшую версию себя, станем идеальными, да, кто хочет быть идеальными, присоединяйтесь к экрану, и вы будете, достигнете вообще идеала, которого могут достичь люди в этом мире. Вообще, целью Торы, вот если одна из целей, да, вот многие спрашивают, а в чем цель Торы, в чем цель вот этого постоянного изучения, духовного роста, выполнения заповедей, и одно из определений очень красивых, даже есть книга такая, она называется по этому определению, мне очень нравится такое определение цели, да, для чего нужен духовный рост, для чего нужно соблюдать заповеди, развиваться. Книга называется «Мадригата Адам. Ступень человека». И известно, что Бог создал первого человека, это было производство его рук, да, это было воплощение Всевышнего, творение Всевышнего, первый человек, он был в раю, он был идеальный, он был полностью воплощением Всевышнего, и его уровень был, он видел все мироздание от края до края, он был, написано, ростом от неба до земли, но он включал в себя все мироздание, то есть он был полное в материальном мире воплощение Всевышнего. И потом он с этой ступени упал, когда он съел от дерева познания добра и зла, он упал, спустился с этой высочайшей ступени, он замутнилось, у него сознание, он стал человеком, просто человеком. А Адам, первый человек, да, это было творение Всевышнего, это высшая форма человека, которая только может быть. И целью изучения Торы и соблюдения заповедей и духовного роста является снова подняться на ступень «Мадригата Адам», вернуться к состоянию вот этого первого человека до греха. Он был тогда бессмертный, он был тогда полностью близок ко Всевышнему и был со Всевышним, можно сказать, одно целое. Вот так одной фразой можно сформулировать цель Торы – подняться на ступень человека. Если мы посмотрим чуть глубже в этом направлении, то Яаков были праотцы Авраам, Ицхак и Яаков. И Яаков, когда он поднялся на высшую ступень, на которую может подняться в духовном плане человек, который стремится ко Всевышнему, то он получил имя Исраэль. От Бога он получил имя, боролся с ангелом и с людьми и победил. То есть он победил всю человеческую природу, он победил даже мир ангелов, он был сильнее, чем ангелы. И Бог сказал тогда, что теперь твое имя Исраэль. Исраэль – это Яшар-Лиэль, прямо к Богу. То есть это такая очень высокая ступень. Но даже сам Яаков, потом он в течение жизни, его Бог называл то Яаков-Яаков. Яаков – это была его человеческая сущность. Или Исраэль. Исраэль – это была его высшая сущность. И когда мы с утра говорим или вечером перед сном молитву «Шма-Исраэль». Так, закрываем глаза. И говорим «Шма». Шма – это услышь. Услышь, осознай, пойми. В слове «Шма» есть вот этот вот момент включения. Это не то, что услышь, Израиль, там. Эй, 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 услышь. Нет, это «Шма», это углубись, осознай, пойми. Поэтому мы закрываем глаза, чтобы углубиться в себя. Исраэль. И мы в этот момент пытаемся пробудить в себе вот эту свою высшую часть. У каждого из нас есть моменты в жизни, когда мы просто падаем в яму, вообще просто превращаемся в рептилию такую. Да, «бэби, дизамри». Это когда человек погружается в травму, у него захватывает управление рептильный мозг, внутренняя рептилия. Иногда мы превращаемся в животное. Да, как выпили такие. А-а-а, давай, значит, поехали. А иногда мы поднимаемся до уровня «Исраэль-человек». Вот мы себе говорим, человек выше его проявления. И мы себе закрываем глаза, говорим «Шма, Исраэль», «Услышь, Израиль», «Пробудись». И это именно делается с закрытыми глазами, чтобы отключиться от мира. Аду и Ной, да, это Бог, Ютка и Вавкей, это имя Всевышнего, Творец Мироздания. Создатель бесконечно, был, есть и будет. И мы говорим «Бог», да, мы как бы к нему хотим присоединиться. То есть, если я вошел в свое состояние «Исраэль», когда я в самом, в таком своем высоком состоянии, и я вспомнил о Творце Мироздания, с которым у меня есть контакт, я как бы с ним «шх», «коннектчусь», да, делаю «коннект», нашел волну, да, «Шма, Исраэль», «Услышь, Исраэль», «Бог», и так «тюш», и ты себе представляешь то, что нельзя представить. Представляешь непостижимое, представляешь непредставляемое, представляешь бесконечное. Бог всесильный наш, потом понимаешь, что вот от того, от Создателя идет все мироздание, всесильный, это все силы, вся природа, все законы, причинно-следственные связи, атомный мир, квантовый, в общем, все-все-все, все это он же, только всесильный, все силы, которые от него идут. Потом опять ты говоришь «Бог», «Бог», опять ты возвращаешься к Творцу Мироздания, один, и все это соединяешь в одну картину, где ты и Бог соединяются вместе в одну картину. Это как бы, это уровень, это уровень, два раза в день надо к этому уровню идти, и дальше ты говоришь «Ваавта» и «Возлюби». А как соединиться с Богом? Можно с Ним соединиться через любовь. И ты как раз «Ваавта» – это «Шамелокеха» и «Возлюби Господа Бога твоего», и ты прямо включаешься в эту картинку своей любовью и подключаешься к любви Всевышнего. И дальше тебя уже целый день, тогда ты в раю, ты летаешь на крыльях и ты в раю. Но, но, говорит нам Рав Шоломарош, заканчиваем, мне прям так жалко эту книгу заканчивать, 119 урок. У меня, кстати, сегодня возникла идея, я сейчас ищу, кто сможет ее реализовать. Идея такая, что будет 120 уроков, они все записаны, есть видео, аудио, и если бы сделать, нашелся классный редактор, такой классный, да, который взял бы все эти уроки, расшифровал бы с помощью GPT-чата, сделал бы из них структурированные такие, чтобы там на две странички максимум, лучше две странички, да, один листик максимум, значит, каждый урок его сделать, и выпустить книжечку «120 уроков благодарности и счастья», потому что мы же изучали книгу про благодарность и книгу про счастье. И вместе эти 120 уроков, они могут дать действительно практический материал для каждого, да, так сделать коротко, понятно, чтобы каждый день читать, повторять, читать, повторять, читать, повторять. Мне кажется, это была бы очень крутая книга, сразу ее перевести на иврит, на английский, и распространить по всему миру. Вот сейчас, если у кого-то, не наша мама, если у Всевышнего есть благословение на этот проект, и если кто-то знает, как его реализовать, масштабно так, чтобы прямо эту книгу сделать на трех языках, красиво так, все, то можете внизу есть, всегда у нас на всех уроках есть анкета, да, можете там написать, что «вау, хочу там по этой идее поговорить», и она реализуется. Вы знаете, как мир устроен. Если есть какая-то идея, и если ты сильно хочешь эту идею реализовать, она реализуется. И вот сегодня здесь как раз урок об этом. Называется первое, то, что пишет Раф Шаламаруш, он пишет «Длинная короткая дорога». Всевышний благословен, он видит и знает, что длинная дорога единственная. Все всегда хотят пойти по короткой дороге, и немедленно удостоятся удачи и спасения. Например, он говорит, если есть трудное испытание в жизни, что-то плохое происходит, человек начинает молиться, и думает, что все тут же уладится. Но он говорит, всегда вспоминайте, самое ярко прописанное в Торе спасение, это было спасение, когда Всевышний участвовал, спасение из египетского рабства. Было тяжелейшее, тяжелейшее египетское рабство. И приходит Машер Абейну, и говорит, «Меня Всевышний послал, чтобы я вас вывел из рабства». Значит, ну, чтобы я был, как бы, посланцем Всевышнего. Всевышний вас вспомнил выводит из рабства. Я иду сейчас к фараону, все, и все будет хорошо. Идет он к фараону, и все только хуже. И вот это как раз модель, которую говорит Равшалом Аруш, нужно помнить, что если у человека есть уже какая-то тяжелая в жизни яма, то нужно помнить, что выход из нее, он должен быть похож на исход из Египта. Человек начинает молиться, и сначала становится только хуже. Дальше. Человек начинает смущаться, у него появляются сомнения и вопросы. И вот тут очень интересная вещь. Он пишет, что это как испытание, не сайон, ну, испытание, да. Всевышний знает, что делает, даже если ты этого не понимаешь. И тебе следует лишь укрепиться в вере и продолжать молиться. Значит, вот смотрите. Допустим, человек попал в какую-то неприятность. Не дай Бог, да, чтобы ни с тем не было, но у каждого из нас в жизни случаются неприятности. Попадает он в какую-то сильную неприятность, и первое, что человек обычно думает, вообще, это почему мне так не повезло, говорит человек. Почему мне не повезло? Вот мне вдруг, мне, и вдруг не повезло. Почему? И все это вдруг. Никак так не работает. Если у тебя что-то произошло, Бог же, он не ошибается, значит, эта ситуация, она каким-то образом, а это не то, что по ошибке тебе пришел этот билет. Значит, в этот момент человек начинает молиться, допустим, это что-то непоправимое, это что-то поправимое, да, то, что можно поправить. Например, болезнь, можно поправить, да, можно выздороветь. Например, какая-то финансовая проблема, да, какая-то еще там в отношениях проблема. Бывают очень часто огромные проблемы в отношениях, когда люди начинают жили-жили, начинают ругаться, с детьми начинают ругаться и так далее. То есть это очень болезненные эмоциональные проблемы. И вот если человек в такой проблеме, он берет и начинает молиться Всевышнему, что Всевышний помоги, помоги, значит помоги, помоги, бах, только хуже. У него два варианта. Первый вариант – начать сомневаться и перестать молиться. И начать, обычно люди закапываются в эти проблемы еще хуже. Знаете как, там, ну, есть варианты в любую проблему закопаться глубже. То есть, причем очень часто те действия, которые человек начинает делать, чтобы решить эту проблему, они его закапывают в эту проблему все глубже, глубже и глубже. Теперь он говорит, нет, надо молиться и верить, что все делает Всевышний к лучшему. Ну, и в этот момент, когда ты в ситуации, когда твой разум тебе говорит, я не знаю, как Всевышний мне поможет, но ты на него полагаешься, в этот момент, так как ты проявляешь веру, которая сильнее, чем реальность, скажем так, в твоем понимании. Потому что вот это самое смешное, когда люди думают, что они знают реальность. Это вообще так смешно. Люди живут в интерпретациях, в каких-то описаниях. И то, что человек говорит, да, это факт. Если бы это было фактом, то оно было бы фактом для 100%. Объективная реальность не требует доказательств. Невозможно сказать на черное-белое, белое-черное. Но если есть мнения разные, то это уже не объективная реальность, это не факт. И очень глупо думать, что твоя точка зрения – это факт. Твоя точка зрения – это твоя точка зрения. Его точка зрения – его точка зрения. И все это субъективная реальность. Теперь человек, который это осознает, и он понимает, что его точка зрения – это следствие его набора предубеждений, предпосылок. И его каких-то правил, по которым он попал в эту яму. И человек, который в этот момент понимает, что его разум, который его в эту яму завел, он его из этой ямы не выведет. В этот момент человек говорит, все, я отпускаю свои попытки контролировать ситуацию, я верю. И он молится. Теперь, если он так молится и так верит, то Бог делает для него чудо. То есть он вышел из привычных своих рамок. Всевышний, он выходит из рамок даже природы, потому что та мира, которую человек меряет, меряет ему с неба. Дальше он говорит такую вещь. Так почему, Рабин Ахмад дает нам еще одно объяснение, почему, когда человек начинает молиться, становится только хуже. Я даже подчеркнул вот это вот, три восклицательных знака поставил на эту мысль. Для каждой вещи установлено определенное число и количество молитв. Чтобы обрести ту или иную вещь, необходимо выказать определенную силу желания. Значит, на сегодня есть прекрасные исследования в области нейропсихологии, нейрофизиологии. То есть научилась наука замерять, что происходит в мозге очень сильно. И вот я читал в книге Джо Диспенза, такой есть нейрофизиолог, нейропсихолог. Он говорит, что проводили исследования, когда люди брали в руку какую-то пробирку, и в ней были такие, не помню, молекулы. По-моему, это были молекулы аминокислот каких-то. Там была какая-то пружинка, на нее можно было влиять. И вот люди представляли, значит, одна группа представляла, что эта пружинка, она удлиняется. Держали в руках эту пробирку. Она не удлинялась. Другие люди просто держали в руках эту пробирку, контрольная группа, она не удлинялась. Третья группа, она была в состоянии эмоциональной такой раскачки, позитивной энергетики. Вспоминали все лучшее, что у них было в жизни. И раскачивали себя на позитивную энергетику такую, да? Эта молекула не менялась. Четвертая группа, они представляли, что эта штука удлиняется. И раскачивали свою энергетику, чтобы быть в сверхэмоциональном состоянии. И у четвертой группы, пишет он, эта пружина, эта молекула, она изменяла свою длину, удлинялась. Вывод, который он сделал, что если человек сильно что-то хочет и знает, что он хочет и представляет, его сила желания, она огромная, то тогда происходит изменение на квантовом уровне, меняется там структура реальности и происходит изменение на этом уровне. Но Тора нам говорит, что нет никакой квантовой реальности, а есть Бог, Творец Мироздания, Который Творец. И есть Мироздание, Которое Творение, Которое Всесильный, Природа, Законы. Если ты силой своей молитвы доходишь до того, что твоя сила молитвы, она соединяется со Всевышним Творцом Мироздания, то меняется структура реальности из-за твоей молитвы, из-за желания Всевышнего, которое ты пробудил своим большим желанием. И это то, что современным языком имел в виду Рабин Ахман, когда говорил, что чтобы обрести ту или иную вещь, необходимо выказать определенную силу желания. И Всевышний иногда создает для человека вот эту вот полосу препятствий, чтобы усилить желание, когда ты там молишься, рыдаешь, плачешь. Ну то есть написано, что ворота слез открыты всегда, потому что когда человек реально в отчаянии рыдает ко Всевышнему, это огромная сила желания. И ворота благодарности открыты всегда, когда он благодарит Всевышнего за все хорошее, что Всевышний для него делал. И через эту благодарность достигает высокого эмоционального подъема любви ко Всевышнему, то тоже происходит то же самое. Только есть знак плюс, эмоции со знаком плюс, есть знак минус. И вот значит лучше конечно идти через плюс. То, что я понял благодаря этой книге, что любовь ко Всевышнему она намного сильнее, она не сильнее, она приятнее. Сильнее страх. Если мы возьмем как эмоциональная сила, то страх перед Богом, и вообще страх он сильнее, чем любовь. Но в наше время мы уже страх потеряли, к сожалению или к счастью. По факту в наше время мы живем в очень защищенное время. Я помню, когда в мое детство я на улицу не мог выйти без страха. То есть было реально, ты идешь, там все время у нас были какие-то битвы, драки, там 90-е годы. В наше время дети, слава Богу, в большинстве случаев очень расслаблены. Они уже не знают, что такое страх. Поэтому нужно идти через любовь. Да, любовь ко Всевышнему, благодарность, любовь. Дальше он пишет нам такую вещь. Вот человек молится о победе над гневом. И я, кстати, много лет молился, чтобы избавиться от гнева. У меня была прямо цель, мечта избавиться от гнева. И я не мог избавиться от гнева. У меня постоянно вспыхивал гнев вот этот вот изнутри. Я очень такой был человек гневливый, да, можно так сказать. И Равыцкак Зильберзе, Хроноцедик Левраха был гневливый человек. Он сам это говорил лично. Что он говорит, я долго боролся над гневом. И я, значит, боролся над гневом. Любавич Стереба, я вчера прочитал, он как-то сказал одному из своему хасиду, что я стал позитивным, потому что я по-другому бы не выжил. То есть у него были какие-то очень обстоятельства тяжелейшие в жизни. Что если бы он не выработал у себя вот это позитивное мышление, он, прямо я вчера это читал, он бы не выжил. То есть говорит нам здесь Рав Шаломару, что вот человек молится о победе над гневом. Но гнев его больше и больше одолевает. И он удивляется, почему я молюсь, чтобы не гневаться, а я гневаюсь все больше. Оказывается, Всевышний ему дает, усиливает в нем вот этот гнев, для того, чтобы он понял, насколько ему важно от него избавиться. Потому что как происходит? Человек садится на диету. Он говорит, все там, у меня 20 лишних килограмм. И вот он садится на диету, занимается спортом, начинает все у него прямо месяц, он все было хорошо, и он 10 килограмм сбросил. Но что тогда происходит? Тогда у него через месяц, даже не так возьмем, через 2 недели он сбросил 10 килограмм. Легко. Он думает, ну отлично, вообще это так легко, и так я уже, ну, то есть все, считайте, проблема решена. И он через 2 недели начинает опять есть, и опять набирает 10 килограмм. Другой человек, он с большим трудом, он тренируется, тренируется, у него вес не падает, не падает, но он месяц выдерживает тяжелейших тренировок, и он втянулся, и тут у него за следующий месяц, и все 20 килограмм ушли, потому что он уже втянулся, он заработал, просто вот этот момент, когда вес начал падать, у него, он позже пришел. Но у него из-за этого он именно намного больше втянулся в тренировки, и уже он потом с них не соскочил. Вот то же самое здесь происходит с гневом. Значит, что когда усиливается негативное влияние той проблемы, сложности, над которой ты работаешь с помощью молитвы, не надо это воспринимать как отчаиваться, как неудачу. Наоборот, это дает тебе силы усилиться в этом направлении, и тогда оно уже уйдет окончательно, так он пишет, не переживайте, говорит. Увидев, насколько он вспыльчив, молящийся должен понять, что необходимо пробудиться и провести значительно более основательную глубинную работу, больше молиться из самой глубины души. Поэтому следует изначально вооружиться терпением, укрепить свою волю и продолжать молиться. И помнить всегда про избавление из Египта, вначале стало хуже, потом стало лучше. Дальше он пишет такую вещь, что, в принципе, человек, у которого уже есть стора, заповеди, тфелин, вера, суббота, она уже прекрасная жизнь. И когда у человека есть вера, уже сама эта вера, что все будет хорошо, она кардинально улучшает его сегодняшнее состояние. Причем, что поразительно, ведь это же Рабин Ахман жил там 300 лет назад. Сейчас, 50 лет назад всего, появилось направление в психологии, называется позитивная психология. Я сейчас ее изучаю, Мартин Селигман, основатель позитивной психологии. И он говорит, вообще-то какой ужас, все там 100 лет со дня своего основания психология была сосредоточена на прошлом и на проблемах. И лучшее, чего можно было достичь, это уменьшить страдания от вот этих психологических проблем. Но психология никогда не смотрела в сторону, что такое психологическое здоровье, что такое счастье, что такое оптимизм. То есть психология была полностью повернута только на прошлое, на корень детства, откуда вошли проблемы, и на то, чтобы снизить, даже решить, психология не претендовала на то, чтобы решить, на то, чтобы снизить боль. И он первый был, Мартин Селигман, который говорит, это все неправильно, нужно ориентироваться на будущее, в этом и есть человек. И он полностью перевернул своими исследованиями представление о психологии и методология позитивной психологии, это через будущее исправлять настоящее, через выстраивание новых каких-то схем, моделей мышления, то есть я прочитал вчера в одной из книг, мне очень понравилось выражение, что, а мы вместе учили это, это было на уроке, что невозможно достигнуть цели стать менее несчастным. Нет такой цели. Есть цель стать счастливым или стать радостным, и когда ты становишься счастливым или радостным, в этот момент несчастье уходит. Но когда ты ставишь целью стать менее несчастным, ты все равно будешь несчастным. Менее, не менее, но ты все равно остаешься несчастным. Хорошо. И вот здесь он пишет, что, значит, если у тебя уже есть вера, именно святая вера делает жизнь прекрасной. Если человек верит, что все к лучшему, для него исполняется обещание Раби Натана, он избавляется от всех бед и удостаивается полного избавления. Вся борьба человека с дурным началом внутри, с животным началом, ведется в первую очередь против уныния, отчаяния, ереси и депрессии. Это и называется дурным началом. Побуждение видеть все в дурном свете, видеть дурное в себе, в других, в самом Всевышнем, Боже упаси. А доброе начало позволяет видеть, что все хорошо. Значит, небеса хотят дать каждому все самые замечательные дары, чтобы у него был рай в этом, а тем более в грядущем мире. И что небо от этого, что просят небеса, что Всевышний хочет от нас? Молитва. Молитва, если ты правильно молишься, потом появляется все остальное. Я вам могу сказать, что я молился изначально, чтобы быть благодарным, осознанным и гибким. Что такое благодарный, осознанный и гибкий? Бог. Да, сокращение. Благодарный, когда ты начинаешь видеть хорошее. Осознанным, когда ты живешь здесь и сейчас, осознаешь то, что с тобой происходит. И гибкий, когда ты можешь менять свои модели мышления. И дальше, когда я молился Всевышнему, чтобы так произошло, дальше он уже дает инструменты. Сад благодарности, хэппинес, уроки и так далее, и так далее. То есть все инструменты. Если ты просишь правильно, и тебе это важно действительно по-настоящему получить, Всевышний у него множество путей, как тебе дать. Главное, чтобы ты был готов меняться. Главное, чтобы ты не был зажат в своих старых каких-то моделях мышления, которые вообще не твои. То, как мы мыслим, это вообще не наше. Вот сейчас как раз об этом и сегодняшний урок в этой книге. В этой книге сегодняшний урок. Вообще, у кого есть дети, прям запишите и сохраните, и используйте, пожалуйста. Здесь он нам говорит такую вещь. Children learn by your example. Дети ваши учат по твоему примеру. С твоего примера. То есть дети учатся от тебя. Наше детство создает фундамент, с которым мы строим наши жизни. И тот ребенок, которого научили радости, ему легко будет жить радостной жизнью. Значит, с усилиями и направлением взрослый, он может, как сказать, усилить свою радость, даже если у него было несчастливое детство. Но родители обязаны своим детям научить их думать, говорить и действовать так, чтобы они могли создать себе счастливую жизнь, чтобы в доме была счастливая атмосфера и чтобы у детей была потом счастливая жизнь. Дети с радостными родителями смогут намного более легко стать счастливыми. Значит, теперь дальше. Каждые родители хотят... Каждые родители имеют свой собственный стиль. Как они воспитывают детей, как они живут, как они думают. Be yourself. Будь собой. But be your joyous self. Но будь своим радостной частью себя. То есть, это очень важная вещь, как у каждого из нас есть разные грани. Но, например, мы в советское время, я могу про себя сказать, воспитывались в атмосфере такой прям жесткой критики. И, значит, было это принято, да, критиковать, болту находкой для шпиона, детей пеленать, значит, бороться с недостатками. То есть, была жизнь больше направлена на борьбу с недостатками. И родители, которых самих так воспитывали, они также передавали своим детям. Учителя, воспитатели в школах и так далее. Была такая прям дисциплина. Теперь, и почему-то, когда мы сами стали взрослыми, когда я сам стал взрослыми и воспитывал своих детей, я тоже считал своим долгом детей критиковать, наставлять, значит, говорить о моих недостатках, о том, что они делают не так. В итоге, это все привело к ошибкам воспитания. И он пишет, значит, вот, например, ребенок разлил молоко. Если родители покажут ему пример реакции, что это трагедия, что это плохо, начнут кричать и так далее, то ребенок на всю жизнь, он как бы впитает эту реакцию. Ну, как можно сказать? Не надо плакать, то, что ты разлил молоко. Но это прекрасно, как ты можешь сейчас научиться новым навыкам. Все ошибки, они являются обучающим экспириенсом, обучающим опытом. Будь счастлив, что сейчас ты знаешь, как делать это лучше, чем раньше. То есть, если родитель вложит в ребенка такую реакцию, то ребенок не будет бояться пробовать, экспериментировать, развиваться. Значит, когда есть какие-то трудности, можно сказать ребенку так. Это возможность для нас выучить что-то новое. Давай сделаем лучшее, что можно сделать в этой ситуации. Когда вы добрые и позитивные к своим детям, и когда вы их хвалите, то вы даете им уверенность в себе. И дальше он пишет такую вещь. Когда, сейчас, сейчас, сейчас. Например, когда вы хотите даже его поругать или воспитать, можно так сказать. Я беспокоюсь о тебе. Я чувствую плохо, когда ты делаешь что-то, что вредит тебе или твоим братьям, сестрам. Ты настолько драгоценен для меня, и что я иногда, иногда я злюсь, когда ты делаешь что-то опасное. То есть, и показать ему пример, что вот этот вот там тон, крики и так далее, что это недопустимо. Если вы его научите так вести себя, он будет, когда вырастите, так же вести себя и с вами, и с вашими детьми. Со своими детьми. Значит, все родители, они профессиональные коммуникаторы, да, профессиональные. И все дети, значит, нужно научить всех говорить мягко, по-доброму и хорошо. Это в интересах всей семьи. Значит, дальше он здесь приводит историю двух людей разных. Один, например, говорит так, что я люблю в моих родителях, что когда бы я не пришел домой, они дают мне такое ощущение, что они настолько счастливы видеть меня, что я для них самый-самый важный гость вообще среди всех. Это один так отзывается о своих родителях. А второй пишет, другой приводит пример, что моя жизнь была трагическая. И что разрушила у меня все шансы стать счастливым, это постоянная критика моих родителей. Родители мне всегда говорили, мы хотели как лучше. Мы действовали так, только с хорошими побуждениями. Конечно, они так думали. Но я не верю, что они настолько глупые, что они думают, что постоянная вербальная атака и постоянный критицизм мог сделать меня лучшим человеком, лучшей личностью. Когда они говорили мне, что если ты будешь это делать, ты разрушишь свою жизнь, слова, которые оставались во мне, были, если ты будешь делать вещи, как эти, продолжай делать вещи, как эти, и ты разрушишь свою жизнь. Позже я выучил, что есть такое понятие, как встроенные команды. Что когда они говорят, не делай это, то остается делай это, и ты разрушишь свою жизнь, это становится как проклятием, да, такое, как команда. И он говорит, что я ненавидел их, я ненавидел все, что с ними связано, и у меня было совершенно несчастное детство, которое приучило меня быть low self-esteem, что у меня была заниженная самооценка, и что я был вообще полностью несчастлив. Я настолько к этому привык, что когда я вырос, я был несчастным человеком, начал лечиться, ходить к психологам, я перестал обвинять моих родителей, а стал действовать, ну, действовать для того, чтобы стать счастливым и исправить свою жизнь. Но как я хотел бы, чтобы мои родители говорили позитивно ко мне, даже во взрослом возрасте он говорит, я хотел бы это. И я понимаю, что они просто не знают, как это делать, что у них у обоих были критикующие родители, и они просто, ну, делали так, как их научили. У них не было других вариантов действовать. Значит, поэтому он заканчивает этот рассказ, он говорит, давайте, let your children be able to say, сделайте так, чтобы ваши дети могли сказать. Конечно, счастье и радость приходят легко ко мне, потому что у меня такие замечательные родители. Такой совет. Поэтому, когда мы хотим исправить свою жизнь, нужно быть гибкими. То, что в нас заложили в детстве, грубость, критику и так далее, если заложили, это очень тяжело убрать из себя. Да, но можно построить новый метод, новый метод взаимоотношений, разговор с собой, только мягкий, только поддерживающий, разговор с близкими, разговор с детьми, тем более. То есть, дети очень ранимые, и если родители им не дадут вот эту вот любую уверенность в себе, то они где они ее получат? Больше нигде. Хорошо, друзья. Все, пожалуйста, всем удачи и успехов. Мы изучаем книгу. Эта книга называется «Раби Зелик Плистин Хэппинес. Формула, сторис энд инсайд». Раби Зелик Плистин, он в Америке известный такой раввин-психолог. Это вот книга. Теперь вот эта книга называется «Сад Благодарности». Равшалом Аруш. Есть на русском, на английском, на всех языках есть эта книга. Вот. Хорошо, друзья. Все, всем удачи и успехов. Сегодня урок Лейлу Нишама Борох Бен Авраам, мой папа, который меня достаточно, он тоже был из советских критикующих родителей, с лучшими побуждениями. Поэтому я в 14 лет уже ушел из дома, жил в спортинтернате и очень старался доказать себе, что я лучше, чем в детстве считали мои воспитатели и родители. Но я все равно благодарен очень своим родителям, что они мне дали прекрасные, прекрасные возможности, гены, прекрасную жизнь, слава Богу, да. И Лейлу Нишама Борох Бен Авраам, что там на небе ему было хорошо. И видите, я учу Тору, обучаю Торе, он сам, слава Богу, в 72 года он сделал обрезание. В 72 года он осознал, что самое главное в жизни это союз с Богом, союз со Всевышним. И стал верующим человеком, хотя был воспитан в советской среде. Поэтому я думаю, что его поступок, он равноценен подвигу вообще в таком возрасте. Изменить свою жизнь, свои взгляды, начать соблюдать шаббат, одевать филин, молиться, это огромное-огромное было дело. Хорошо, все, всем удачи, успехов и с Божьей помощью завтра встречаемся в 10 утра. И 120 урок у нас будет завершение книги Сад Благодарности. Как раз Йорцайт от Савва, вот это отлично. Завтра как раз, сегодня вечером наступает Йорцайт. Завтра у нас будет 120 урок, завершение цикла изучения Сад Благодарности и, значит, Хэппинес. И начинаем завтра же новую книгу, не завтра, а послезавтра начнем новую книгу. И, значит, все, всем хорошего, прекрасного дня и чтобы в заслугу того, что мы учим Тору, наступил мир. Мир, чтобы закончились войны, все злодеи стали добрыми. Те, кто неисправимые злодеи, как написано, что у Всевышнего есть злодеи, которых он использует для наказания, для пробуждения хороших людей, которые заснули. Значит, чтобы эти все злодеи исчезли, а злодеи исправимые, чтобы исправились.